Всем привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом приготовления сиропа из лепестков чайной розы. Он получил широкое применение в кулинарии. Его можно добавить к мороженому, можно пропитать бисквитные коржи, также его можно добавить в любые напитки, будь то алкогольные, безалкогольные. Можно разбавить простой водой, добавить немного льда и получить замечательный летний освежающий напиток. А самое главное, друзья, такой сироп получается при минимуме затрат с максимальным вкусовым эффектом. Для приготовления нашего сиропа понадобятся всего лишь свежесобранные лепестки розы, сахар, вода и лимонная кислота. Итак, вот у меня есть полкилограмма свежесобранных лепестков. Лепестки разместим в достаточно большой эмалированной миске. Добавим сюда полкилограмма сахара, две столовые ложки лимонной кислоты и хорошенько это все перемешаем, уменьшая объем этих лепестков до образования сока. Хочу еще добавить, что лепестки розы желательно собирать рано утром, когда в них наибольшее количество эфирных масел. Разместив лепестки в такой вот эмалированной миске, необходимо тщательно перебрать, удалив листочки, ненужные фракции и насекомых, которые попадутся. Итак, вот друзья, лепестки уменьшились, из них начал выделяться сок. На перетирание ушло где-то 3-4 минуты, этого достаточно. Теперь перекладем эти лепестки и сольем сок в посуду поменьше. Затем зальем лепестки розы с сахаром кипятком, хорошенько перемешаем, даем остыть до комнатной температуры и отправляем настаиваться в холодильник на сутки. Итак, вот друзья, прошли сутки, отжимаем с лепестков роз сок, выжимки не выкидываем, отправляем их обратно в кастрюлю, заливаем где-то литром воды и ставим на огонь. После закипания проварим минут 15. Итак, вот друзья, проварили мы лепестки розы, отжали из них сок. Вот посмотрите, второй отжим уже не такой насыщенный цвет, как был первый, но все равно полезные свойства мы извлекли. Отжимки нам уже не понадобятся, они отдали нам все, что нам было от них нужно. Теперь они пойдут на огород, как на удобрение. Итак, что мы делаем дальше? Нам необходимо замерить количество жидкости, которое у нас получилось с двух отжимов. Итак, с двух отжимов у нас получилось общей сложностью 2 литра сока. Теперь нам необходимо добавить сюда сахар из расчета 1 кг на 1 литр, то есть 2 кг сахара. Еще нам необходимо учесть, что перед тем, как мы перетирали розу, мы уже добавили сюда полкилограмма сахара. Поэтому я сюда добавлю только полтора килограмма сахара. Вы же по желанию можете все-таки добавить сюда 2 и у вас получится килограмм 250 на литр жидкости. Таким образом сироп у вас получится более насыщенный и более тягучий. Я же добавляю сюда полтора килограмма сахара и ставлю на медленный огонь. Друзья, во время закипания будет образовываться такая вот пенка. Ее необходимо будет тщательно снимать. Можете ее не выкидывать, она отлично подойдет для приготовления кваса. Отличного летнего освежающего напитка. Друзья, еще поделюсь с вами маленьким секретиком. Если цвет вашего будущего сиропа вам кажется недостаточно насыщенным, бросьте во время варки 2-3 листика чая каркаде. Итак, вот сироп прокипел у меня минут 20. Такая густота и цвет мне нравится. Сейчас мы его будем разливать по стерилизованной таре. Сироп, друзья, желательно разливать в стеклянную тару. В такой таре сироп может храниться в сухом прохладном месте достаточно длинное время. Из этого количества ингредиентов, которое у нас было, выход получился около 2,5 литров. Цвет, посмотрите, изумительный. Хочу вам сказать, что аромат вообще бесподобен. Это очень уникальный и божественный сироп. Кому понравился такой рецепт, ставьте класс. Подписывайтесь на мой кулинарный канал. Субтитры сделал DimaTorzok